Кроме шаблонов классов, C++ позволяет определить и шаблоны функций Шаблоны функций нужны для тех же целей, что и шаблоны классов За счет их использования можно избежать дублирования кода Давайте на примерах посмотрим, как можно использовать шаблоны функций В первом таком примере мы напишем функцию, которая возводит в квадрат некоторое число Таким образом, что эта функция будет работать для всех числовых типов, для которых определен оператор умножения Но для начала давайте разберемся, как можно было бы решать подобную задачу без использования шаблонов Давайте для определенности считать, что мы хотим написать функцию возведения в квадрат, которая будет работать всего лишь с двумя типами Это с толчисленным типом int и с вещественным типом float Если бы мы решали эту задачу на языке C, то нам потребовалось бы написать две функции возведения в квадрат Одна работала бы с типом int, другая с типом float Более того, за счет того, что в языке C отсутствует перегрузка, у нас не получилось бы назвать эти функции одним и тем же именем И нам пришлось бы дать им разные имена, например, square-i и square-f Таким образом, программист каждый раз, когда вызывает функцию возведения в квадрат, должен был сам определять, какую из этих двух функций вызвать Если бы мы писали этот код на языке C++ без использования объектно-ориентированного программирования или шаблонов То мы бы также написали две функции для int и для float Но, в отличие от языка C, в языке C++ есть перегрузка, и поэтому эти функции можно назвать одинаково То есть square и square Таким образом, мы перекладываем вот этот выбор необходимой функции в каждом конкретном месте с программиста на компилятор В компиляторе есть механизм перегрузки, который на основе того типа, для которого эта функция вызывается, будет выбирать одну из этих двух функций Если бы мы решали подобную задачу с точки зрения объектно-ориентированного программирования, то правильное решение выглядело бы примерно следующим образом Мы бы определили некоторый интерфейс, например, назвали бы его iNumber, который бы поддерживали все числовые типы В этом интерфейсе были бы все стандартные математические операции, ну, например, операция multiply Ну, какие-то еще другие, там, сложение, деление, вычитание, виртуальный деструктор И заставили бы все классы, которые соответствуют числовым типам, поддерживать этот интерфейс В нашем случае мы хотели бы реализовать эту функцию для типов int и float, которые являются встроенными типами и классами не являются Поэтому нам пришлось бы написать классы обертки таким образом, чтобы эти обертки поддерживали интерфейс iNumber То есть нам пришлось бы написать класс int, класс float, который бы реализовывал интерфейс iNumber Соответственно, реализовывали бы метод multiply И, используя этот интерфейс, мы могли бы написать одну функцию выжедения в квадрат Она бы выглядела примерно следующим образом То есть мы принимаем некоторое число через указатель на него И внутри этой функции умножаем это число на самого себя При такой реализации эта функция бы работала с любыми числовыми типами, которые поддерживают интерфейс iNumber Давайте теперь проанализируем эти два C++ подхода Первый подход с использованием обычных функций Второй — с использованием объектно-ориентированного программирования Первый подход наиболее простой, однако довольно муторный Нам каждый раз приходится дублировать код Если мы посмотрим на реализацию этих функций, то видно, что она идентична То есть все, что различается в этих функциях — это непосредственно тип, с которым они работают Что касается второго варианта с объектно-ориентированным программированием То здесь нам требуется в реальности написать только одну функцию Это хорошо, то есть мы написали только одну функцию SQL и не дублировали код Но нам приходится делать достаточно много дополнительных действий Для того, чтобы обернуть все встроенные типы в объекты Более того, за счет того, что эти обертки должны работать полиморфно То есть мы должны работать с ними через указатели Выделять иногда в динамической памяти и прочее За счет этого мы потеряем производительность И данная функция SQL и такое представление простых встроенных типов Оно довольно сильно удаляет производительность Давайте теперь посмотрим, как эту задачу можно было бы решить при помощи шаблонов Для этого мы просто определим шаблонную функцию Сделаем это аналогично тому, как мы определяли шаблонный класс То есть воспользуемся ключевым словом template Дальше укажем, что у данного шаблона один параметр Типовой параметр нам И после этого определим соответствующую функцию Функцию возведения в квадрат, которая принимает значение типа нам В данном случае по значениям типа нам Может быть значение любого типа, который поддерживает умножение То есть для которого определен оператор умножения Если тип поддерживает оператор умножения, то он может использоваться внутри такой функции И соответственно для него определяется возведение в квадрат Как видите, решение при помощи шаблонов Оно намного проще, чем решение с объектно-ориентированным программированием И позволяет избежать дублирования кода, как это было в решении с обычными функциями Субтитры создавал DimaTorzok